Лазерсон Любимые Я очень люблю готовить суп Суп для меня это символ такого хорошего дома Где есть еда, где семья живет хорошо Я очень люблю, между прочим, друзей собирать на какой-нибудь хороший суп Потому что есть такие супы, которые являются абсолютно полноценным и самостоятельным большим блюдом Вот сегодня такое большое блюдо, я вам покажу Я называю его всего лишь навсего суп из хека Вот простейшая рыба хек А как будет хорошо Я вам не скажу до поры до времени Какой классический суп лег в основу моей авторской версии Рыба хек Сейчас я ее принесу Вот у меня такой холодильничек Такой теплый, теплый холодильничек Он теплый в том смысле, что он такой мне очень приятный, он мне по душе А так-то он холодный, у него есть зона свежести В общем, он хорошо хранит продукты И я к этому холодильнику всегда отношусь очень тепло Хек Рыбка, она подготовлена, уже тушки обработаны Вот я сейчас, смотрите, у меня уже кипит вода Ну, чтобы не терять времени Я бросаю рыбку хек в воду Ну, что мне этих двух рыбок хватит Теперь я возьму картошку Картошку Всякий суп Это рыба и картошка Картошка Картошке здесь будет странная роль Картошка не будет в супе Картошка будет отдельно подаваться к этому супу Вот так бывает Мой суп, я говорю, что мой суп Он такой полноценная трапеза, полноценное блюдо И это повод собрать под него На этот суп гостей Что я часто и делаю И сейчас вы посмотрите Чего едят мои гости Потому что это очень интимная еда, между прочим Она появляется только на моей кухне И я с радостью, друзья Делюсь этими рецептами с вами Хотя я всю люблю свою еду, естественно Но это, знаете, такая Все-таки домашняя очень штука Значит, картошка Я сейчас ее чищу Очень люблю чистить картошку Вы знаете, многие люди считают это какой-то противной работой А я вот люблю Сядешь себе у телевизора Помоешь картошку Чтобы она была чистенькая Чтобы руки оставались чистыми Чисти картошку Кто тебе мешает? Бог ты мой Это всегда такой повод А если ты с кем-то вдвоем чистишь картошку Это повод всегда поговорить по душам За жизнь Очень приятная процедура, между прочим Сейчас я картошку сполосну И я картошку сейчас так вот как-то помельче произвольно нарежу Вот так Чтобы она быстрее сварилась А я именно варить ее буду И вот в этой маленькой кастрюлечке Картошечку Сварю Все, я сделал важную работу сейчас У меня пока варятся Две вещи Картошка и рыба Два продукта варятся Я и то и другое Имею право Немного посолить Картошка Рыбка Есть Все Очень хорошо, что я это сделал Теперь я буду приходить более мелким деталям Еще что я сейчас сделаю Пока у меня Здесь варится рыба Я сейчас, смотрите Кладу немного молотого шафрана В стакан И этот молотый шафран я залью Вот этим еще пока не до бульоном Ну, в общем, мне нужен кипяток Надо, чтобы шафран настоялся Чтобы он растворился Вот Я буду этим пользоваться Обычный хек Обычный хек Ну вот Я очень эту рыбу люблю Это хорошая рыба Это не бросовая рыба Это не рыба для кошек Как многие считают Это нормальный, хороший продукт И Все всегда очень довольны Этому продукту В моем исполнении Так что будьте внимательны Я отправляюсь В свою корзинку За луком и чесноком Лук, чеснок У меня сейчас есть шалот Если бы не было шалота, был бы просто лук Я почищу Я возьму луковичку Лук Возьму я сюда Три зубчика чеснока Чеснок И лук И картошка Варится Значит я быстренько все это Чищу Я вам потом расскажу Откуда взялся этот суп И Откуда, так сказать, у этого супа растут Как я говорю, ноги Есть Теперь еще один продукт из холодильника Он называется Он называется Фенхель Люблю я его Грешным делом Фенхель Вот рыба и фенхель Это всегда очень хорошо Вот я очень люблю рыбу и фенхель Мне всегда в кайф от этого Значит я сейчас помою фенхель И я его Отрежу Вот Такой вот фрагмент От луковицы Немножко удалю Вот эти наметки Кочерыжки И пока Положу сюда Теперь еще один продукт Вот здесь у меня Специальный отсек для Овощей Называется зона свежести Здесь всегда очень овощи Хорошо хранятся Я беру сельдерей Беру сельдерей Я беру Стебель сельдерей Я его обязательно чищу Чтобы вот эти Жесткость вот эту вот убрать Он относительно чистый стебель Но я вначале его почищу А потом помою Так будет правильнее Вот я счищаю Жесткую вот эту вот часть И теперь я его Сполосну Вот какая картина у меня Вырисовывается сейчас Посмотрите пожалуйста Значит у меня Четыре Любимых то сказать овоща Чеснок Лук-шалот Фенхель Сельдерей Я сейчас нарежу Эти штуковины Очень произвольно Чеснок я могу Вот так вот Сейчас нарублю Я его раздавливаю И потом Рублю ножом Есть Лук-шалот Тоже весьма Произвольно Нарежу вот так Фенхель Весьма Произвольно Вот так И сельдерей Тоже нарежу Как-нибудь У меня получился Такой овощной микс Все очень просто Я возьму еще Небольшой Вот такой вот сотейник Поставлю его Пока нагреваться И сразу в него Налью Оливковое масло Вот здесь Оливковое масло Очень важно И пока Пусть нагревается Сейчас в этой кастрюльке Я буду жарить Все вот эти овощи В общем-то Практически все вместе Одновременно Положу в кастрюльку Но может быть Вперед я пущу Чеснок и лук Чтобы они успели Отдать свои ароматы Которые мне Крайне важны Еще немного И рыбка моя Будет готова Жду пока нагреется масло И тогда я буду Приступать С каким-то таким Активным уже Действием на кухне Чтобы приготовить То Что мне надо Приготовить Вот я начну Сейчас Вот уже Идет шипение Вперед Немного Вперед Вернее не немного Вперед Весь лук Весь чеснок Вот с этого приема С обжаривания Лука и чеснока Начинается Большое количество Блюд Друзья Потому что это Такой Грамотный прием Это обогащение Масла ароматами И с дальнейшими Какими-то уже действиями Направленными На приготовление Конкретного блюда Но часто еда Начинается С лука и чеснока Вот все Теперь пошли овощи дальше Фенхель и сельдерей Сейчас будет пахнуть шикарно Потому что фенхель дает Такой Анисовый аромат Сельдерей дает Ну свой характерный аромат Лук, чеснок И вот на стыке Получается Очень Интересная комбинация Ароматов Я тем временем Подготовлю Еще один продукт Возьму его из холодильника Это нарезанные Нарубленные В собственном соку Помидоры Испанский продукт Хороший Я вот его Сейчас Овощи У меня не жарятся сейчас Они у меня так Сами в себе готовятся С маслом То есть я не допускаю корочки Она мне здесь не нужна Мне нужно здесь Вот вкусы, вкусы, ароматы Вот когда мне уже хорошо Запахло овощами Я добавляю Несколько ложек Помидоров И теперь вся эта история Уже будет откровенно тушиться Сейчас она немножко Побулькой Или даже немножко Крышкой Накрою Возвращаюсь к рыбе Рыба Готова Я сейчас ее выну В какую-нибудь отдельную емкость Вот она рыбка А это бульон От Хека Он мне пригодится сегодня Я пока костюльку выключу Потому что Пока мне эта конфорка Больше не нужна Вот я быстро убрал Конфорку Могу накрыть крышку Чтоб пока костюлька Стояла в тепле Ну, картошка у меня Она активно варится Но она еще не готова Ну, пусть пока варится И вот мои булькающие Шкварчащие Булькающие С помидорами Овощи Теперь я могу сюда Плеснуть немножко шафрана Бац И вот теперь Пусть оно еще побулькает Потушится шафраном Могу дать немного соли сразу Овощи булькают Хорошенечко у меня сейчас Вот они уже потушились И теперь Я беру бульон От Хека Бульон От Хека И наливаю его Вот сюда Шкварчащие овощи Это у меня будет уже такая Суповая база Как вы понимаете Основа Красиво Хороший, красивый цвет И пусть себе варится Эту косурочку я уже могу унести Пока в сторону Я очищу чеснок Чеснок хорошая вещь У меня здесь он будет подвергаться Такой странной обработке Сегодня чеснок Вы увидите как Пока я должен его просто Подготовить Он был чистенький Я его сразу натур на терке Бывают такие супы Вот Которые не просто супы Которые Больше чем суп Вот сегодня готовили Больше чем суп Тертый чеснок Я оставлю Прямо на доске Вот Тертый чеснок Я возьму дополнительную тарелку Я сейчас удалю Плавники у рыбы Я сейчас ее, видите, так Открываю Вот характерная для хека Косточка Которая имеет три направления Под углом 120 градусов Три таких хребетика Плавники И вот мякоть хека Уходит Вот в эту самую кастрюльку Где варятся овощи То есть я руками снимаю мякоть Ну, вилки помогаю себе Вот очень хорошо мякоть снялась И пошла В булькающие овощи Теперь я достану еще одну рыбку Сделаю то же самое Удалю Плавник Кожу можно не снимать Не удалять Вот как хорошо Отделилась у меня мякоть Видите, вот она Плавник здесь еще снизу есть Вот так Рыба, когда еще горячая Но не дико горячая Чтобы не обжигаться С нее очень хорошо снимается мякоть И вот так я А друзья ко мне уже едут Друзья уже в автобусе трясутся Они ели с утра Потому что они всегда любят этот суп Но как-то вот мы чаще Мужской компанией его едим Не знаю почему Хотя он нравится и женщинам тоже Такое, видите, получается Крестьянское варево Мякоть рыбы, овощи Вообще непонятно что пока Должен попробовать на соль Как здесь у меня на соль Я думаю, что соли мало Мне придется добавить соли Да, так и есть Соль сразу помогает Проявляться Появляться всем вкусом, между прочим Супца Ну что ж Уменьшаю нагрев И пусть булькает Крышкой накрою частично Вот так, чтобы пар выходил Немного майонеза Я не буду им злоупотреблять Не думайте, что такой поклонник майонеза Хотя на самом деле ничего в майонезе плохого, дико плохого нет Теперь я могу взять пока Вот эту известную штуку, которая называется Картофельный пресс Вот так Есть у меня еще один продукт Который называется багет Ну это мини-багет Но у меня достаточно сегодня будет такого формата Я сейчас нарежу багет Вот так вот наискосок Ломтиками И отложу пока в сторонку Пока в сторону Ну что ж, картошка готова Теперь я буду с ней работать Я ее солью И со всей своей мужской силой Я буду, так сказать, со страстью Я ее превращу в картофельное пюре Значит вот Я делаю пюре Я еще могу Я могу часть вот этого еще не Не готового пюре Да? Для улучшения консистенции супа Переложу Я мог бы просто вареную картофельну положить туда Потому что все равно С супом мы еще будем работать дальше Вот это не суп Это счастье, я считаю, мужское А я женское счастье А суп мужское счастье Вот хорошенько измельчается пюре Пюре Теперь я добавляю сюда чеснок Видите, я сказал, что с чесноком будет такая интересная вещь происходить Он добавляется в горячее пюре Поэтому чеснок не будет вареным и не будет сырым У него останется такой чуть-чуть аромат сырого чеснока Но вместе с тем не такой агрессивный Вот что я хотел сказать про чеснок И теперь, когда картошечка уже более-менее размята Я даю сюда майонез Интересная штука, правда? Майонез Ну, картошки больше, чем майонеза И теперь еще даю немножко шафранной настойки Для цвета и для аромата, естественно У меня получается такое густое, ароматное, вкусное пюре Ручками, ручками надо работать Вот так Ммм Оно Вы пока не знаете, что Но это оно Теперь Теперь Вот здесь все Уже добулькало Добулькало Как надо Это не блюдо Это блюдище Понимаете? Это блюдище Вот это простая Вот моя простая Любимая еда Но которая почему-то вот Нравится Теперь достаю блендер Это называется Погружной блендер Суп можно оставить так Видите, какой он? Брутальный Брутальный суп Его удобно есть, потому что все продукты нарезаны кусочками Которые помещаются в ложку Уже можно есть так Но я люблю превратить его в однородный суп-пюре Вот на этом этапе Сейчас Он будет измельчаться Но вот здесь соединяются вкусы Вы знаете, вот здесь сейчас Когда я измельчаю продукты Они настолько друг с другом соединяются Возникает совершенно иной баланс вкуса Вот это очень приятный суп Поэтому все-таки, конечно В идеале Уместно его вот так вот превратить в суп-пюре Все, можно остановиться с блендером Теперь это еще не все Беру сковородку И включаю конфорку Одним движением пальца И теперь я возьму хлеб Помните, багет, который я нарезал Я должен багет хорошенечко подпечь на сковородке Можно это сделать в тостере, конечно Но на сковородке вполне нормально получается Вот у меня сейчас поместится 4 штучки Вот я 4 штучки и подпеку Я могу думать про подачу Например Вот здесь у меня будет сам супец И гринки Которые я поджариваю Но гринки не просто так будут подаваться Тут будет как раз одна фишечка Дно уже раскалено Сейчас я проконтролирую гринки Для гринков я возьму Ну, тоже вот такую маленькую тарелочку, например Вот Суп я Поддерживаю горячим Даже если какая-нибудь там, не дай бог Косточка попалась с филе С хека Ничего, она все равно, понимаете, измельчилась И здесь ничего опасного нет Приваю его в тепле Вот греется хлебушек Багетик греется И вы уже поняли, наверное Вы уже, конечно, поняли Что этот картофельный соус Эта картофельная намазка Будет помещаться на хлеб И представляете, как это будет вкусно Есть вот такой густой насыщенный суп И вот с таким вот бутербродом Из поджаренного хлеба С таким вот густым Картофельным, майонезным, чесночно-шафранным пюре Это кайф Вот это превращает блюдо в полноценную трапезу Ну, домашняя еда Да, вот Но это же вот она идет Прямо вот из моей, понимаете, кастрюли Из моей кухни Вот более домашней еды Я не знаю, чем этот суп Значит, вот Я сейчас уже наливаю суп Можно нанести пару капель оливкового масла наверх Ароматное оливковое масло Здесь очень хорошо будет сочетаться с вкусом самого супа Ну вот, хлеб уже горячий Он уже подсох До такой степени, до которой мне уже достаточно остановиться А теперь я возьму ложку И абсолютно грубо Абсолютно по-домашнему Сделаю вот так Обильно Обильно Кладу Этот соус-пюре На Прогретый на сковородке хлеб Багет в данном случае Положу сейчас еще третий кусочек Этого будет достаточно Я обычно не намазываю Я обычно своим гостям Ставлю в корзиночке поджаренный хлеб И ставлю в мисочке этот соус И каждый сам себе может уже Намазать столько этого густого соуса Сколько он хочет Я обещал, друзья, рассказать вам Что это за суп Откуда он взялся в моем репертуаре Это версия известного французского супа Буябес Но я пропустил эту версию через себя Я внес в нее много чего своего Не упрощая его при этом И его с удовольствием уже давно едят мои друзья Может быть в этом и заключается мой секрет Которым я сегодня с вами поделился Ибо Лучше всего хранится тот секрет О котором все знают Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok